На Украине стартовала кампания по выборам президента. Они пройдут досрочно 25 мая. Кандидаты могут подать документы на регистрацию уже сегодня. Лидеры оппозиции пока официально не объявляли о намерении баллотироваться. Многие ждут, что в ближайшее время это сделают Виталий Кличко и Юлия Тимошенко. Центр избирком страны уже объявил, что не видит препятствий для их выдвижения. Статьи, по которым была осуждена бывший премьер, решением Рады декриминализированы. А вид на жительство в Штатах, который, по некоторым данным, имеет глава партии «Удар», тоже не является препятствием для участия в гонке. Правда, Тимошенко вскоре собирается поехать на лечение в Германию. Ее пригласила канцлер Ангела Меркель. К тому же ее адвокат опроверг информацию о том, что она намерена баллотироваться в президенты. Между тем, о подобном желании объявил харьковский губернатор Михаил Добкин. Идет тотальный наезд на права русскоязычного населения. Принимаются законы, которые ставят под угрозу всех, кто не воспринимает фашизм и нацизм. Исходя из того, что сегодня звучат призывы без суда и следствия расправляться со многими людьми, кто имеет отличную от пришедших к власти точку зрения, я принял для себя решение баллотироваться на пост президента ближайшей избирательной кампании. МВД Украины тем временем начало кадровую чистку. Исполняющий обязанности главы ведомства Арсен Аваков сменил начальника департамента внутренней безопасности и главу киевской милиции. Уволен ряд руководителей региональных главков. На генеральские должности назначены полковники. Тем временем обстановку на местах контролировать удается не везде. В Керчи во время акции, которую попытались устроить сторонники Майдана, из толпы выступающих полетели яйца. Начавшуюся потасовку прекратила милиция. А в Киевской области сожжен дом, принадлежащий сыну Петра Симоненко, лидера Компартии Украины, которая традиционно поддерживала политику Януковича. Его семья утверждает, что в дом ворвались молодые люди, представившиеся бойцами самообороны Майдана. Они подвезли к дому три ящика с коктейлями Молотова и устроили пожар. Продолжение следует...